В течение этой недели боевики действовали всё жёстче. Теперь уже берут заложников. Причём и журналистов, и украинских офицеров, даже международных инспекторов из миссии ОБСЕ. И вот новые сообщения в плен взяли трёх сотрудников СБУ. А кровавленных людей показывают журналистам. Причём только российским. На этих кадрах видно, офицеров унижали. Они без брюк, с заклеенными скотчем глазами, все с окровавленными лицами. Видно, что спецназовцев избивали следы ударов и на голове, и на ногах. У одного из них глаза повреждены. Всё это происходит в захваченном боевиками здании управления СБУ в Славянске. Полковник российского ГРУ, главного разведуправления Игорь Стрелков, которого российские СМИ называют командующим войсками Донецкой Народной Республики, считает офицеров СБУ военнопленными, говорит, до конца войны. Террористы собираются обменять офицеров на своих боевиков, задержанных украинскими спецслужбами. Были взяты при выполнении боевого задания, нацеленного на захват членов Народного ополчения Донбасса в городе Горловка. Значит, при задержании оказали физическое сопротивление. Один из пленных рассказывает, в группе их было семеро, в Краматорск перебросили вертолетом из Харьковской области, затем направили в Славянск. Значит, обратите внимание, на столах сзади усыдует удостоверение сотрудников службы безопасности Украины. Это командир Дополь, это ЦРГ. И так будет со всеми. Ваши звания и должности? Капитан, старший оперативный сотрудник, всегда выдвинулся на машине, должен был состыковаться с старшим, и дальше уяснить задачу, должна была быть доведена. Вы понимали, что вы идете против своих же граждан? Я ничего против закона не выполнял. Но тогда бы вас не задержали. Я ничего против закона не выполнил. Я ехал в автомобиле. А что за подразделение у вас? Ну, мы же сказали, управление А. Служба безопасности Украины подтвердила, люди, которых вы только что видели, действительно украинские офицеры. Они выполняли задание, должны были задержать подозреваемого в убийстве депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака. Офицеров захватили, применив оружие.